Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Кариба». В студии для вас работает Анна Корнетова. Главная тема этого выпуска. На Колыме помощь в приобретении квартир ожидает более 500 молодых семей. Как продвигается живая очередь в этом году? Действующий закон о недрах устарел, а вольный принос – узаконенное воровство. Острые вопросы подняли на пятом открытом форуме прокуратуры Магаданской области. В России уже более 10 лет действуют жилищные программы под общим названием «Молодая семья». В минувшем году 90 пар региона получили финансовую поддержку от государства в размере 30% стоимости квартиры. При этом еще 536 стоят в очереди. А дождутся ли они материальной помощи? Ответ на этот вопрос искал Виталий Моряков. В прошлые годы на Колыме молодые семьи получали поддержку в виде 30% стоимости квартир от государства по специальным программам. В разные периоды таких семей было от 50 до 90. очередь из нуждающихся медленно, но продвигалась. Екатерина Семерякова на начало 2019 года в этом списке была 81-я. Она понимает, что получить поддержку по программе уже может не получиться. Скоро ей исполнится 36, и она выйдет из разряда молодых. Ждать – это сколько ждать еще? Вот, ну и остаюсь вот в комнате общежития. То есть, как бы, сегодня, завтра, послезавтра у меня, ну, скажут до свидания, со мной договоры расторгнут. Я договор составляю каждый год с ними, продлеваю. То есть, если раньше оно было на пять лет, ну, одномоментно на пять лет, то сейчас каждый год, соответственно, могут без обоснования причин сказать, ну, как бы, все расторгаем договор и все на этом. То есть, мы на улицу пошли с чемоданами. Финансирование жилищной программы «Молодая семья» остается в настоящее время под большим вопросом. При формировании бюджета на будущий год сумма, необходимая для субсидирования такой категории граждан, была запланирована. Но финансирования не будет. То есть, более 500 семей рискуют не дождаться помощи от государства. Трижды за последние полтора года направляли предложения в адрес Монстроя, в том числе, дважды за вашей подписью, о том, чтобы при распределении федеральных средств приоритет отдавался субъектам Дальневосточного федерального округа всю важность и закрепление здесь молодежи и населения. К сожалению, у нас есть официальные ответы за подписью замминистра строительства Гордеева о том, что таких возможностей сегодня нет. Вы знаете, что мы сейчас демонстрируем? Что, значит, вот товарищ Белоусов вопросом не владеет. И продолжает, значит, называется, ну так как идет, так и идет. Не идет, а едет. Как быть в такой ситуации, недавно созданным ячейком общества, неизвестно. Получается, что про них либо забыли, либо не смогли найти способы поддержать финансовое приобретение заветных квадратных метров жилья. Виталий Моряков, Анна Корнетова, Геннадий Фокин, специально для Службы новостей. Снизить нагрузку на учителей по заполнению документов и подготовке отчетов предложило Министерство просвещения. Некоторые обязанности в этой части планируется передать в ведение федеральных органов власти. Колымский сенатор Анатолий Широков призвал учителей Магаданской области принять участие в обсуждении данного законопроекта и опросе педагогов. На сегодняшний день один из самых главных битей современной школы – это забюрократизированность абсолютно всех процедур. В этом смысле нам принципиально важно сегодня эту ситуацию изменять, поскольку учитель, который вместе с учеником является главными фигурами в образовании, в школе, должен быть максимально освобожден от всякого рода отчетов, документов и так далее, чтобы заниматься двумя важными своими делами. Первое – это воспитание, второе – образование. Действующий закон о недрах очень устарел. Это далеко ушедший Советский Союз и работать при нем некомфортно и неудобно. Об этом говорили на пятом открытом форуме прокуратуры Магаданской области. Его провели в конце прошлой недели. Состояние законности в сфере экологии и природопользования обсуждали представители надзорных органов, власти, общественности и золотодобычи. В формате открытой дискуссии они говорили об актуальных для региона вопросах. В чем сложности лицензирования участков недр, насколько успешно следят за обеспечением правопорядка в горно-рудной отрасли и как сохранить экологию в местах добычи полезных ископаемых. Сфера недропользования сегодня является одним из основных источников загрязнения окружающей среды. На его долю приходится более 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и более 20% сбросов загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы. В связи с этим надзор за соблюдением законодательства в указанной сфере носит для прокуратуры области приоритетный характер. Один из самых острых вопросов, затронутых на форуме, стал закон о вольном приносе. О проблемах, которые появятся в регионе, когда каждому разрешат добывать золото с помощью лотков, рассказал руководитель концерна «Арбат» Александр Басанский. Отдельным блоком выделили проблему охраны лесов на территории области, в частности, их защиту от огня. Прокурорами отмечено, что из-за того, что пожароопасный период в этом году начался на два месяца раньше, ответственные организации к этому готовы не были. Поэтому представление внесли руководителю Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области и начальнику авиалесоохраны. Сейчас они находятся на рассмотрении. Анна Корнетова, Игорь Аченко, специально для службы новостей. Брошенная машина с текущим бензобаком не на шутку взволновала на прошлой неделе жителей домов по улице Полярной. Магаданцы в страхе, что может произойти трагедия, если топливо загорится, обратились к нам в редакцию, прислав следующее видео. 21 апреля в ночь поставили с эвакуатора эту машину. В понедельник обнаружили, что из нее бежит масло или бензин. 23 апреля в дежурную часть МВД России по городу Магадана поступило сообщение от жительницы областного центра с просьбой принять меры к владельцам припаркованного возле жилого дома автомобиля. Участковым полномоченным полиции была проведена проверка, в ходе которой установлен владелец данного автомобиля. Мужчина пояснил, что транспортное средство с места парковки он эвакуировал на станцию технического обслуживания. В настоящее время автомашина находится на ремонте. Парад техники, вальс пожарных машин и рэ по сложной работе огнеборцев. Красочное мероприятие провели в воскресенье на Магаданской площади в преддверии 370-летнего юбилея пожарной охраны России. Далее немного о погоде, не переключайтесь. 30 апреля в Магадане солнечно, без осадков. Температура днем плюс 7 градусов, ночью до минус 1. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Почему все выходят с такими широкими улыбками? Здесь покупатели не переплачивают, поэтому и радуются низким ценам. Кварц-виниловый пол всего полторы тысячи. Но главное, невероятно большой выбор ламината для самых экономных. От 450 рублей. Сравнивайте и выбирайте. Выгоднее в магазине напольных покрытий Марка Пола. Кольцевая 5. 60-86-68. На сегодня у меня все. Хороших вам новостей. До свидания.